МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В жилом комплексе Бутово-парк в начале мая откроется новый МФЦ. Вот это помещение, это помещение бэк-офиса. Это обработка тех документов, которые поступают от заявителей. Российская сеть продовольственных магазинов теперь будет помогать в поиске пропавших людей. Были случаи, мы искали людей, пропавших в природной среде, в поселке Володарского, в городской черте пропадают. Во дворце спорта «Видное» прошел областной фестиваль ГТО. Без спорта в нашей жизни никуда. Это здоровье же наше, самое главное – жизнь. Для жителей сельского поселения Булатниковской государственные и муниципальные услуги станут ближе к дому. В жилом комплексе Бутово-парк в начале мая откроется новый МФЦ полного цикла, в котором можно будет получить около 350 услуг. Проверить, на каком этапе находятся ремонтные работы в здании будущего многофункционального центра, отправилась наша съемочная группа. Сельское поселение Булатниковское – одно из самых крупных муниципальных образований в Ленинском районе. По официальным данным, тут зарегистрировано 20 тысяч человек, но фактически проживает в три раза больше. Тут много новостроек, которые, собственно, и дают регулярный прирост населения. Поэтому место для нового МФЦ, считает глава поселения Ирина Дубровская, выбрано очень удачно. Это удобный подъезд из Варшавского шоссе. Для жителей Дрожжино-2Б, Дрожжино-2, деревни Дрожжино, поселка Ново-Дрожжино. То есть по Варшавскому шоссе они подъезжают. Также жители ЖК Булатникова – это непосредственно здание находится в этом микрорайоне. То есть для них это вообще будет шаговая доступность. И микрорайоны Восточная Бутова и Государев дом, которые сюда могут также приехать по Расторгуевскому шоссе. Мы пришли к выводу, что все-таки, наверное, должен быть торговый центр, поскольку это точка притяжения людей. Им было бы удобно и обращаться в наш центр за получением государственных муниципальных услуг. Параллельно они могли бы удовлетворить свои годовые потребности в магазинах, в покупках каких-то. И, наверное, формат торгового центра – это наилучший формат для размещения подобных заведений. К реализации проекта приступили два месяца назад. Сейчас ремонтные работы в стадии завершения. Готовность помещения – 80%. Бригады подрядной организации работают в три смены. И 28 апреля должны передать уже отремонтированное помещение для установки необходимого оборудования и мебели. Вот это помещение – это помещение бэк-офиса. То есть это обработка тех документов, которые поступают от заявителей. Что сделано? Для того, чтобы сократить время приема, время обслуживания заявителя, мы быстро принимаем у него документы, заявитель уходит, а мы продолжаем обработку в этом помещении, уже в подготовке к отправке ведомства. Здесь будет пять основных и три резервных окна для приема граждан. Окно предварительного сканирования, четыре точки доступа на портал госуслуг и два консультанта, которые помогут оформить личный кабинет или необходимую услугу. Планируется, что дополнительный офис будет работать пять раз в неделю со вторника по субботу с восьми утра до восьми вечера. Это пилотный проект, это наш эксперимент. Мы посмотрим, как откликнутся жители, будет ли удобно жителям. Если мы будем понимать, что нам надо расширяться, значит, мы будем расширяться, потенциал у нас для этого есть. Сейчас жители вынуждены ездить либо в центральный офис МФЦ в Видном, либо до окон, которые открыты в поселке Измайлово в здании администрации. Поэтому новому МФЦ по адресу ЖК Бутова парк, дом 22, они будут только рады. Очень удобно будет, потому что видно нам вообще не вариант ездить. Здесь было бы удобнее, здесь новый большой микрорайон, так что я думаю, что это будет полезно, безусловно. Новый МФЦ в жилом комплексе Бутовый парк – это МФЦ полного цикла. То есть тут можно будет получить все 350 государственных услуг. Открытие запланировано на начало мая. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Виднет-ТВ. Ежегодно в России, по разным данным, пропадают более 100 тысяч человек. Их поиском занимаются различные, в том числе и волонтерские организации. Российская сеть продовольственных магазинов теперь также будет помогать в поиске пропавших людей. Каким образом, узнал наш корреспондент Максим Козлов. Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» известен тем, что помогает разыскивать пропавших людей. Теперь у него есть еще помощники. В более чем двух с половиной тысячах магазинов в Москве и области появились вот такие наклейки. Они означают, что здесь готовы оказать помощь потерявшемуся человеку. Совместный проект торговой сети «Пятерочка», Центр поиска пропавших людей и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» предполагает создание островков безопасности в московских и подмосковных магазинах. Основное внимание на пожилых людей и детей. Именно они в силу возраста могут забыть адрес проживания, заблудиться и оказаться в беспомощном состоянии. Для поддержки проекта создан интернет-портал. На него можно зайти с компьютера или мобильного телефона. На нем можно не только узнать информацию о проекте, но и стать волонтером и попросить помощи в поисках пропавшего человека. Сотрудниками магазина специалисты добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» провели инструктаж, на котором рассказали, как определить потерявшегося человека и дали исчерпывающие инструкции, что делать, чтобы ему помочь. Я подхожу, спрашиваю, задаю элементарный вопрос, какой сегодня день. Если он конкретно не может ответить, то значит ему нужна помощь. Я ему предлагаю присесть на стул, даю питьевую воду, вызываю директора, который в свою очередь сообщает звонить специалисту, и там уже сотрудник нам сообщает, что вызывает он скорую помощь, решает по ситуации, или полицию, или же направляет сотрудника к нам в магазин для оказания нужных следующих действий. В прошлом году в поисковый отряд «Лиза Алерт» поступило более 3 300 заявлений о пропавших людях. Из них найдено живыми чуть меньше 2 500. Поиски ведутся и на территории Ленинского района. Были случаи, мы искали людей, пропавших в природной среде в поселке Володарского, в городской черте пропадают, и вот в Расторгуево были поиски, в новых микрорайонах бабушка заблудилась, и даже бабушка, проживающая в этом доме, мы ее привезли погостить, она растерялась, заблудилась, и мы довольно долго ее искали, и была зима, и много опасностей подстерегает пожилых людей и детей, конечно, даже в городе. В будущем эта акция распространится на магазины по всей России. Также планируется к ней привлечь и другие крупные торговые сети. В рамках областного фестиваля ГТО во дворце спорта «Видное» состоялся праздник физкультуры и спорта. Более ста человек приняли участие в сдаче нормативов, по результатам которых каждый мог претендовать на бронзовые, серебряные и золотые значки. Как видновчане живут спортом и каких достигают в нем успехов, расскажет наш корреспондент Арсений Рогозянский. Перед стартом спортивных испытаний, во избежание травм, в обязательном порядке проходит динамичная разминка. После этого все 142 участника разошлись по 9 площадкам. Среди тестовых заданий прыжок в длину с места, подтягивания из виса, отжимания из упора лежа, стрельба. Комплекс ГТО возродили сравнительно недавно, однако многие люди, имеющие желание вести активную спортивную жизнь, уже попробовали свои силы в сдаче нормативов. Это очень здорово, что этому вопросу уделяется такое огромное значение в нашей стране. Я очень рада, потому что начиная с 2014 года в нашей стране вернулись нормы сдачи ГТО. До этого ни одной десятилетии они немножко были забыты. Очень здорово, что это все возвращается. Среди сдающих ГТО много учащихся старших классов. Для них золотой значок имеет куда большее значение, чем просто почетное звание отличника физической культуры. Выпускникам такой знак отличия гарантирует 5 дополнительных баллов к итогам государственных экзаменов. ГТО я пришла сдавать с целью получения дополнительных баллов на экзамене, в общем-то, как и многие здесь. Можно сдать, получить по 8 дисциплинам золото. Больше, наверное, для собственного саморазвития и для поступления в ВУЗ дают дополнительные баллы. Это неплохо. Блеснуть спортивными умениями пришел и действующий рыцарь года Николай Пак. Своему физическому развитию юноша уделяет много времени, ведь он собирается профессионально заниматься хореографией. Каждый день занимаюсь спортом. Без спорта в нашей жизни никуда. Это здоровье же наше. Самое главное в жизни. Ирина Михалева занимается тяжелой атлетикой с детства. В этот день она пришла проверить свой уровень физической подготовки. Сейчас Ирина многодетная мать и на спорт, как раньше, уже времени нет. Однако теперь она прививает любовь к физической культуре своим детям. Мы взяли среднего, ему три года. Пока дома немножко занимаемся, на руках ходим, пытаемся приседать. Но еще только совсем слабенько, потому что еще организм не готов. Важность подобного праздника спорта оценила руководитель Центра тестирования ГТО Ольга Жиркова. По ее словам, для хорошей физической подготовки необходимо вести здоровый образ жизни и поддерживать себя в тонусе. Каждый раз, когда кто-то пытается сказать, вот я спортсмен, все, а приходится давать нормативы ГТО, к сожалению, элементарные виды у них не получаются. Поэтому, мне кажется, та же ходьба, бег периодически, вечерами, почему бы и нет. На работу пешком ходить, пропагандируем это. По итогам тестирования каждый может получить знак отличия в соответствии с выполненными нормативами. Для этого нужно предоставить результаты, медицинскую справку о здоровье и документ, удостоверяющий личность. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Елена Кошлева, Видное ТВ. На сцене Центральной библиотеки состоялся спектакль «Алиса в зазеркалье» по известному произведению английского детского писателя Льюиса Кэрролла. Актеры, принимающие участие в постановке, участники детской актерской школы «Старт». Наш мобильный репортер оказался среди многочисленных зрителей, побывавших на спектакле. А зал был действительно полон. И дети, и взрослые. Последним даже не хватило стульев. Пришлось расположиться в конце зала. Зрители смогли увидеть знакомых героев сказки в несколько ином виде. Пожалуй, лишь «Алису» узнали все сразу. Это первая большая постановка актерской школы «Старт» с начала года. Работа над спектаклем проходила весело и интересно, говорит художественный руководитель коллектива. «Мы одна большая команда, мы одна большая творческая семья, поэтому мы, безусловно, все обсуждаем, но ребята умеют слышать и слушать. А значит, в каждом новом спектакле мы делаем небольшой шахтере». Роль «Белой королевы» в спектакле сыграла Мария Сосницкая. Актриса хоть юная, но опытная. А если опять у собаки гость, что останется? Рея, должно быть, ничего не останется. Останется собачье терпение. Арифметики не знают. Спектакль прошел быстро, на одном дыхании. А впереди у юных актеров новые планы. В год театра они хотят успеть многое. Фестиваль «Клоунская грядка» вновь прошел на сцене Дома культуры поселка совхоза имени Ленина. На праздник смеха и радости собрались местные жители и гости разного возраста. Побывала на месте событий и наша съемочная группа. Веселое и праздничное настроение ощущалось уже на подходе к Дому культуры поселка совхоза имени Ленина. Раз в году на один день его сцена становится настоящей цирковой ареной для фестиваля «Клоунская грядка». Я с нетерпением жду этот фестиваль, потому что тут много веселья и много клоунов. Организатор и идейный вдохновитель праздника наш земляк Василий Конопляник. Посвятивший свою жизнь цирковому искусству, он уже в шестой раз возделывает «Клоунскую грядку». Кстати, откуда такое необычное название? Естественно, что за фестиваль может быть в совхозе имени Ленина? «Клоунская грядка», где все растет, где произоставят таланты, где весело и смешно. Мы придумали того клоуна, который из фруктов, овощей. Василий Анатольевич еще и бессменный директор местного музея клоунов. Здесь свой дом обрели разнообразные фигурки этих цирковых артистов. История музея началась шесть лет назад с этой игрушки. Кстати, несмотря на время, она до сих пор работает. С тех пор коллекция постоянно пополняется. Количество экспонатов растет в геометрической прогрессии. И сейчас их здесь более трех тысяч. И глядя на них, глаза действительно разбегаются. Эффект такое количество клоунов производит действительно магнетический. Дети засматриваются, тянут к ним ручки, а вот взрослые иногда не просто любуются красочными персонажами. Бывает, что клоуны вызывают двоякие эмоции. Ну, по крайней мере, у меня так было с детства. А благодаря этому фестивалю и нашей комнате клоунов, нашему музею все замечательно теперь. Любим клоунов. И действительно, за неиссякаемым источником смеха и позитива в гости клоуном приходят как взрослые, так и дети. Это один из самых любимых персонажей. Всегда веселый, добрый, с ним хочется сразу подружиться. Что бы ни происходило вокруг, какая бы ни была погода или день недели, он приносит только радость. В программе фестиваля настоящие звезды клоунада, чего стоит только культовый номер Блю Канари в исполнении артистов театра Лицидей. Уже несколько десятилетий он триумфально шествует по аренам. Здесь отточены каждое движение, жест, поворот головы, взгляд. По признанию Валерия Кефта, выступать на клоунской грядке стало для коллектива. Доброй традицией. Народ должен знать своих героев. Раз. Во-вторых, лучшие представители этой профессии приехали сегодня два. Пропустил сегодняшний концерт. Считай, что ты выпал из клоунады лет на 20. Клоунада – искусство контактное. Причем иногда в самом прямом смысле этого слова. Трио «Клоуна из Клавы» для своего номера пригласили не профессионального артиста, а обычного зрителя из зала. Для Максима Малышева это стало дебютом на сцене. И, надо отметить, мужчина неплохо справился с ролью. Очень, конечно, неожиданно было. Интересно, захватывающе. Ну, приятно работать было с настоящими артистами. Я считаю, что очень нужно для людей периодически выстраивать такие фестивали, потому что повседневную жизнь должна как-то скрашиваться такими вот приятными впечатлениями. Эти приятные впечатления и яркие, незабываемые образы артистов фестиваля наверняка надолго запомнятся всем его гостям. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ. И о погоде. В пятницу будет пасмурно, днем плюс пять, ночью плюс два. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный – два метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!